Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот По площади, наверное, Октябрьский район самый большой в городе, а по населению второй после Ленинского района. Поэтому, да, большое хозяйство. Серьезное, сложное. Есть какая-то специфика? Конечно, специфика есть. Дело в том, что, во-первых, самые главные промышленные предприятия нашего города, они находятся на территории Октябрьского района. И Октябрьский район, вот я в своё время работал там в райкоме комсомола, ещё будучи, так сказать, в молодом возрасте, да. И всегда сознание жителей Октябрьского района и направленных жителей района на благоустройство своей территории, она была значительно выше, чем в других районах. Именно из-за того, что концентрация жителей и предприятий, находящихся в одном месте, она, так сказать, и носит положительный момент. Пролетариат. Вы же знаете, ещё Владимир Ильич Ленин говорил, что это передовой отряд. Ну, раз уж мы с предприятий начали, давайте, собственно, и продолжим в этом направлении. Как взаимодействует теоруправление именно с предприятиями? Какие вопросы решаются? Вот как раз неделю назад, да, Сергей Александрович Торохов нам с этого и начинал, что предприятия хорошо откликаются на всевозможные инициативы, помогают, в том числе и собрать детей в школу. Как ваше взаимодействие? Вы знаете, формы работы с предприятиями не сохранились. Мне бы хотелось сказать, что практически все промышленные предприятия на территории района, которые сейчас работают, это и АвиТек, и Лепси, и АЦМ, и даже завод «Первое мая», вы знаете, они очень положительно, носят положительный заряд именно предприятия. И руководители предприятий этих стоят именно лицом к району, к городу, и соответствующим образом настрой у работающих на этих предприятиях, очень положительный на благоустройство района, на содержание района, они считают вот это именно микрорайоны, в которых компактно проживают жители предприятия, именно своим домом, своей квартирой. И очень органично в это вошел и новые предприятия «Алмаз-Антэй», точно так же, так сказать, они и на сегодняшний день участвуют во всех. Я просто хочу сказать, вы посмотрите территорию, которую сегодня благоустраивают предприятия, около самих предприятий. Очень приятная, красивая территория. Есть, конечно, ряд замечаний, но тем не менее, все эти вопросы решены. Сегодня практически с заводом Лепси мы пытаемся, не пытаемся, вернее, решили восстановить сквер около Дома культуры Родины. Это по инициативе работников предприятия Совета молодых специалистов. Такая же задача сегодня. Это вот напротив, через Гайдар, через дорогу. Да, да, да. Мы хотим восстановить этот сквер, а потом по возможности, когда это будет приятный и хороший сквер, присвоить ему имя, выйти с предложения, присвоить имя большего Александра Савича, директора предприятия. Точно такая же работа сегодня идет с предприятием 20-го портсезда по реконструкции и по благоустройству территории около бывшего Дома культуры АвиТек. Конце семьи сейчас это называется. Да, и вот как раз именно сквер около предприятия территории, вокруг совместно с городом мы начинаем эту работу. Вы прекрасно видите, так сказать, мы начали администрацией города ремонтировать улицы, которые находятся в микрорайоне 20-го портсезда АвиТека, как я все по-старому прошу прощения. Ну, это люди так и называют. Жуковского, в частности. Жуковского, Свердлова. Там практически живут одни работники предприятия АвиТек. Соответствующим образом, ну, вот это такие яркие, наглядные примеры, можно углубляться в различные, так сказать, ипостаси по территории района. Взаимодействие очень плотное. И наши проблемы, проблемы территориального местного самоуправления, жителей района очень хорошо, так сказать, поддерживаются и помогают нам решать именно руководители предприятий. Они создают эту атмосферу. Ну, и сами коллективы предприятий соответствующего уровня точно так же работают. Я могу подтвердить, здесь действительно достаточно быстро предприятия откликаются на запросы, прежде всего, населения, которое выходит со своими инициативами, потому что и в проекте 30 скверов точно так же. Сквер на Лепси, который там находился, тоже обратились предприятия. Без предприятия мы ничего сделать не сможем. Вот я именно благодаря этому взаимодействию, я считаю, что у нас есть такая большая перспектива развития района. А если говорить уже не о таких крупных предприятиях, а так на уровень пониже опускаться, а представители бизнеса, мелкий, средний бизнес? Я могу, мелкий, средний, ну, нет мелкого бизнеса, их небольшой бизнес. Небольшой, ну, малый, да. Малый бизнес. Вы знаете, очень приятно работать, предположим, возьмем предприятие Аварус, фармацевтическое предприятие, которое соответствующим образом и поддерживает наши инициативы. На сегодняшний день совместно с территориальным управлением предприятия Аварус, мы объявили конкурс на благоустройство дворов, они вышли с таким предложением. Они передали ряд объектов благоустройства в территориальное управление, сами обустроили в сквере Клумбы, в парке Победы. Точно так же мы работаем с заводом спортивного и охотничьего оборудования Светланы Головной-Киселевой. То есть я могу назвать просто массу предприятий, на территории района работает порядка 5000 различных предприятий, учреждений, организаций, малого, среднего, большого бизнеса. Они все откликаются. Я бы не... Вы знаете, единицы примеров, когда предприятия там отказываются, ну, может быть, в ходе экономических каких-то сложностей, но понятие о том, что наш район и город должен быть красивым, понимают все. А как благодарить потом предприятия? Благодарим. Ну, мы в основном все-таки моральное повещение. Благодарности. Значит, мы отражаем их во всех наших пресс-релизах, говорим о них в средствах массовой информации. Поэтому, ну, другой формы пока нет. Потому что материально мы больше как раз обращаемся за материальной помощью к ним, а за моральной поддержкой к ним. А потом, я считаю, что любое благоустройство и вот те работы, которые делают предприятия, самая большая благодарность, это, наверное, доброе отношение жителей к муниципальной власти, к своим предприятиям. Вот это, наверное, и есть благодарность. Я напоминаю, что у нас в эфире Михаил Волгополов, начальник территориального управления по Октябрьскому району Кирова. И у вас есть возможность дозвониться в студию. У нас прямой эфир и задать свои вопросы нашему гостю. Звонок есть. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой зовут? Это Александр Пенсионер. Да. Вот несколько вопросов к Перескокову. Долгополову. Долгополову, простите. Простите, вы житель Октябрьского района? Да, 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 да. Вот такой вопрос. Когда я проезжаю по своему району, честно говоря, очень неблагостная картина. Вот сейчас Долгополов сказал, что очень администрация заводов откликается. Ну, я не вижу этого. Если ехать по Лепсе, смотришь на обшарпанное здание, никак я не понять не могу. Вот Мамаев, он, наверное, каждый день ходит на работу. Это же ужас. Мы сейчас имеем в виду заместителя директора Лепсе, да, насколько я понимаю? Да, 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 да. А генерал, простите, генерального директора. Генеральный. Дальше вот это столовая напротив, значит, Дома культуры Родина. Сколько разговоров было, чтобы ее убрать и, значит, ее построить за Домом культуры? Ничего не делается. Дальше вот это у завода тротуары в разбитейшем состоянии, в страшном состоянии. Я вот что может ответить Долгополов на эти вопросы? У меня есть уточняющий вопрос, Александр. Да. О какой столовой идет речь? Я знаю, я знаю, что... Которая стоит перед Домом культуры Родина. Одну секундочку, вы там давно были? Я там все время бываю. Вы помните, насколько я помню, там сейчас замечательная сеть, кафе, ресторан? Сейчас там довольно благоустроено, по-моему. Нет, столовая стоит. Ну? Вы знаете, благоустроено было бы, если не было этой столовой. А вы вообще против того, чтобы... И перед Домом культуры был бы парк или фонтан. Парк или фонтан. К примеру. Понятно, парк или фонтан. Хорошо, спасибо. Александр, спасибо. Пожалуйста. Ну, я что хочу сказать... Эти вопросы обсуждаются, вот благоустройство как-то, фасадов, домов прилегающих. Нам придется сейчас прерваться, мы ответим на этот вопрос после короткого перерыва. Михаил Долгополов, начальник территориального управления по Октябрьскому району Кирова. У нас в студии 211-101, номер телефона прямого эфира. И вот до перерыва позвонил слушатель Александр, житель Октябрьского района, и три отметил таких вопроса. Во-первых, обшарпанные фасады его смущают в Октябрьском районе. Во-вторых... Конкретно, видимо, у завода Лепси, вот здесь, по Октябрьскому проспекту, здесь эти старые построения... Там красивые достаточно сталинские дома есть, особенно которые выходят с фасадами на площадь Лепси. Столовая УДК «Родина» требует сноса и поставить фонтан. Там не столовая уже сейчас, там рестораны, кафе. И смущает тротуары. Удивляется, что у такого большого завода, почему-то именно завода, не хватает денег на тротуары, видимо. Давайте жилых домов, видимо. С фасадов. Да, как они выглядят. Значит, мы... Что хочу сказать по фасадам? Ну, тут вопрос, конечно, шел по улице Лепси, а больше не по Октябрьскому проспекту. Хотя и согласен, и по Октябрьскому проспекту вот эти старые дома, которые построены много лет назад, на сегодняшний день на самом деле выглядят неблагополучно. Мы взялись за благоустройство дворовых территорий в рамках формирования городской комфортной среды. А вот что касается фасадов. Мы должны все-таки понять, что сегодня фасады жилых домов, что по улице Лепси, что по Октябрьскому проспекту, что по другим улицам нашего города, принадлежат жильцам этих домов. Вы понимаете, вот должно быть какое-то чувство хозяина у каждого жителя этого дома, и они должны, наверное, за этими фасадами следить. Ведь никто же не говорит о ремонте собственных квартир. Квартиры мы ремонтируем сами, но фасад – это лицевая сторона. Я считаю, что здесь в первую очередь жители должны сами организоваться. Есть фонд капитального ремонта, есть другие способы, когда люди собираются и ремонтируют фасад своего дома. Это тем самым увеличение и капитализации своей квартиры, и в то же время благоустройство нашего города. Прецедентов пока не было? Пока ни один дом не решился? Вы знаете, почему не было? Вы несколько видел двухэтажных домов по улице Дериндяева, предположим, когда жители небольших многоэтажных домов, вот этих двухэтажных старых сталинских домов, вместе собрались и отремонтировали фасад этого дома. Вот недалеко от нас, по дороге. Перекрёсток Маклина и Дериндяева, кажется. Да, 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 да. Да, вот они отремонтировали сначала внутренние окна, сделали, затем сделали ремонт фасада здания. Такая же самая картина по улице Свобода – это про небольшие дома. Но ведь в небольших домах живёт соответствующий уровень 18, там жители, квартир, да, а здесь до 100 и свыше квартир, точно так же, 70 квартир могут собраться, решить этот вопрос. Но, в общем, собрание и отремонтировать это ещё раз повторяю. Собственность жильцов дома. Теоруправление готово в этом случае консультативную поддержку оказать, разъяснить все моменты? Да, вопрос. Я с большим удовольствием окажем помощь и консультативную, и другие виды помощи для того, чтобы решить эти вопросы. В конце концов, есть строительные компании на территории вашего района, которые могут оказать услугу по тарифу, проекту и так далее. С большим удовольствием они готовы сегодня работать, но для этого жильцы должны собраться и организоваться. То есть ещё раз инициативы жителей. Что касается тротуаров. Тротуары, да, это... Это боль всего города вообще. Боль всего города. И сегодня, в первую очередь, конечно, больше внимания администрация города уделила именно дорогам. С дорогами начали немножко раздвигать в положительную сторону ситуацию. И вот в этом году, в 2018-м, принято решение о том, что часть денег, которые направлены в формирование городской комфортной среды, будут направлены именно на тротуары. Сегодня создаётся такая программа тротуары, в том числе и вдоль завода Лепси. Я ещё раз хочу объяснить, что, вы понимаете, сегодня эти тротуары около завода Лепси, это не их собственность, это собственность муниципалитета. И это наша совместная деятельность. Я думаю, что... Это инфекция дорожного хозяйства. Ну, да. В её, собственно, ведении и проезжей. Тротуары около завода Лепси по Октябрьскому проспекту заложены в план на следующий год? Я сейчас не готов сказать. А когда мы узнаем об этих планах? Планы эти будут опубликованы, как только будет сформирована сама программа. Октябрь-ноябрь? Я думаю, что это будет где-то вот как раз в эти месяцы октябрь-ноябрь месяц. А кто подаёт заявки вот на эту тротуарную сеть? Территориальное управление. Территориальное управление. Эта часть пока она рассматривается? Да, рассматривается. Рассматривается. То есть в октябре-ноябре можно будет встретиться и посмотреть. Давайте примем ещё один. Подождите, на третий вопрос ответили. Тротуары, дома. Снести ресторан и поставить фонтан. Пока не готов даже к рассмотрению и обсуждению данного вопроса. Там аренда или частная собственность? Там собственность, по-моему, частная. Я сейчас не готов сказать. Там художественная галерея есть внутри. Там на протяжении лет несколько собственных организаций. Там художественная галерея, ресторан и кафе. Нет, нет, там уже давно цивили. Это наш фотограф знаменитый, Кировский, из Кирова-Чепецка. Широков. Широков. Да, Владимир. Его, собственно говоря, инициатива была полностью оборудована совершенно современное предприятие. Может быть, площадка перед кафе, вот выйти с предложением поставить фонтан? Посмотрим, хорошо. Хорошо, примем звонок. 211-101. Алло, слушаем вас. Да, здравствуйте. Добрый, как его зовут? Меня зовут Роман. У меня там совершенно конкретный вопрос. Пожалуйста. Благоустройство. С Дзержинского, 18 Октябрьский район, уже всё лето производится благоустройство территории нашего дома. То есть, Дзержинского, 18 и Дзержинского, 16. А в чём суть благоустройства? Это ремонт двора по программе? Это ремонт дворовой территории. Формирование комфортной городской среды. Да. Да, Роман. Да, то есть, в мае месяце у нас проводилась... Ну, КТК асфальтировали дорогу. Её заасфальтировали. Примерно через месяц. Разрыли. Что? Разрыли. Нет. Приехали люди, которые занимаются благоустройством. Выдрали все, соответственно, бордюры. Хотя там бордюры, я считаю, были в хорошем состоянии. То есть, опять этот асфальт весь поломали. Что сейчас происходит с ремонтом Дара? Сейчас у нас территорию засыпали известковым щебнем. Проехали по этому щебню катками. Он превратился в пыль. Дожди были. Сейчас эта пыль превратилась в грязь. Ну, насколько я понимаю, тут вот... Ну, ещё там... Самое интересное, что работы проводятся только в выходные дни. С восьми утра и до позднего вечера. Тогда, когда люди отдыхают и гуляют. Ну, совершенно верно. Скажите, пожалуйста, Роман, секунду. Вы сказали, что с мая месяца ведутся работы. Июнь, июль, август, сентябрь. Четыре месяца. Ну, да. Ну, я... Май, я, конечно, могу ошибаться, но... Хорошо, даже если с июня. Пускай три. Роман, скажите, у вас там есть какой-нибудь баннер, на котором написано, что за подрядная организация и что должно быть установлено, в какие сроки? Нет, баннера никакого нет. Просто, ну, как бы, перед выходным днём появляется на подъезде объявление, что прошу убрать машины, потому что будем... То есть вы не знаете ни что будет установлено, ни в какие сроки, ни в какой подрядной организации, да? Да, да, совершенно верно. Спасибо, мы сейчас получим комментарий. И ещё самое интересное, вот сейчас у нас во дворе грязь такая, вот, ну, представляете, звездовый щебень, молотый катками, и сейчас вот его будут асфальтировать. Хотелось бы какой-то технадзор, чтобы хоть приехал, посмотрели, можно ли вообще асфальтировать данное покрытие. Ещё раз напомним адрес. Дзержинская. Дзержинская 18 и Дзержинская 16. Спасибо. Вот я смотрю, Дзержинская 18, это такой большой дом, да, недалеко от перекрёстка с Октябрьским проспектом. Это, значит, Дзержинская 16 и Дзержинская 18, это дома, которые у нас вошли в программу формирования городской комфортной среды. Соответствующим образом они были отыграны в августе месяце, выявили месяцы, были отыграны в августе месяце, там зашли работники на сегодняшний день. Подрядчик. Подрядчик это АБЗ Оричи, они делают соответствующую работу, несколько раз бывали на этих дворах, контролируем эту работу. Но в зависимости от погодных условий, соответствующим образом работы и ведутся. Они должны быть закончены 23 сентября, как нам обещал подрядчик на последнем совещании в прошлый четверг. Вот я подниму ещё раз этот вопрос завтра, когда будет точно так же обсуждаться ход работ по АБЗ Оричи. О том, что они выдрали новый бордюр, но они его, может быть, поправили там соответствующим образом, поскольку было и расширение дороги. Собрание жителей было проведено по этому дому, и та форма благоустройства, которая сегодня проводится, то есть именно асфальтирование тротуаров и площадки, заезды на стоянки, они делаются в соответствии с пожеланиями жителей. Мы этот вопрос контролируем, я думаю, что в соответствии с сроками до 23 сентября. Михаил Александрович, почему такой режим работы? Почему выходные дни в течение трёх месяцев, вместо того, чтобы взять и сделать, чтобы не мешать людям жить нормально? Я ещё раз хочу сказать, что просто предприятия АБЗ Оричи, которые делают этот двор, они, кроме того, делают ещё и ряд дорог на этом направлении. Безопасные и качественные дороги, БКД они тоже ещё один из подрядчиков. Да-да-да. И соответствующим образом у них есть график производства работ, пока они из графика не выбиваются. Но вы видите, что это неэффективная работа, когда три месяца делается двор, и люди страдают от этого. Больше, чем приобретают. Я ещё раз говорю, это не май месяц, поскольку контракт был. Даже пускай июнь, конец сентября, июнь, июль, август, сентябрь, четыре месяца сделать двор. Я сказал, что контракт был заключён в конце июля, и к работам приступили после 10 августа. То есть нас Роман обманывает, получается, с местными жителями. Роман, наверное, не в курсе. Дело в том, что там параллельно идут работы по улице Дзержинского прокладка теплотрассы. Соответствующим образом в одно время работали КТК, то есть они ремонтировали свои. И создаётся, конечно, впечатление, что там на самом деле улица Дзержинского на сегодняшний день в не очень приглядном состоянии. Но вот эту историю с подрядчиками нам не первые жители озвучивают на самом деле. То есть подрядчики берут и дороги, и дворы, распределяют график, как хотят. В результате люди... Мало того, нет информационных табличек. Да, ну то есть на ваш вот такой хозяйский взгляд нужно всё-таки доводить систему-то ещё, чтобы согласовано было, чтобы... Градия очень давно не делала таких масштабных строительных работ по строительству дорог и дворов. И соответствующим образом, возможно, мы не совсем грамотно подошли к их организации, а люди, которые захотели... Ну, увидели очень большие деньги, ведь, вы представьте, миллиард выделен на дороги, да, и, соответствующим образом, порядка 200 миллионов выделено на дворовые территории. Сегодня зашли те бизнесмены, которые хотели получить очень много денег, заработать. Ну и плюс погодные условия, которые нас в этом году летом подвели очень сильно. Всё это своеобразно наложилось, но, тем не менее, мы контролируем эту ситуацию и не дадим ни одному подрядчику не закончить её работы. Мы заинтересованы в том, чтобы средства были освоены, жители остались довольны. И, ну, вперед ремонта какие-то определённые трудности есть. Но мы его на сегодняшний день видим. Это же МОПР-99 дом, который был только-только что сдан. Выполнены полностью все работы. Сколько дворов у вас по этой программе? У нас 17 дворов. 17 дворов. Есть готовые уже? Это очень большие дворы. Из 62, 17 дворов. Причём это большие довольно-таки территории. Есть уже готовые? Вот я назвал МОПР-99 и ЛЕПСИ 69-71. Два из 17 дворов. Три двора. У нас большое завершение будет, вот как раз Дзержинского 16-18, большое завершение будет по дворам, которые находятся, Октябрьский параспект, 53-63. Там большая территория. А когда уже крайний срок, когда последний двор должны будут встать из этих 17? Последний срок, он у нас уходит где-то, по-моему, на 10 октября. 10 октября? Сейчас не готов, не взял с собой графики. Думаете, успеют? Но это ни одна компания делает, ни одно БЗ Уричи. То есть на каждых дворах. У нас и Московская 169, 171, 181. Точно так же очень большие дворовые территории. Сегодня они готовятся к асфальтированию. Как только позволит погода, никто же не будет во время дождя ложить асфальт соответствующим образом. Тем более, что все подрядчики несут гарантийные обязательства. Ну, давайте мы немножко потерпим. Все-таки это летом мы делаем очень много дорог, когда они появляются. Да, мы про дворы еще продолжим, но уже после короткой рекламы. Продолжается программа «Дневной разворот». На студии Михаил Долгополов, начальник территориального управления по Октябрьскому району, Кирова заместитель главы администрации города, 211-101, номер телефона прямого эфира. Мы принимаем звонки, прежде всего, жителей этого района. Пожалуйста, с вашими вопросами и комментариями. Хотели продолжить еще про дворы. Мы сейчас говорим о ремонте дворов в рамках федеральной программы формирования безопасной городской среды. И у меня все-таки такой вопрос, он тоже вытекает из звонка Романа, который нам как раз по Дзержинскому звонил. И многие очень ссылаются, и специалисты, и слушатели, на то, что надо устанавливать обязательно информационные таблички, на которых должно быть указано, что за подрядная организация здесь работает, с какого момента должна приступить к работам, в каком графике, и что должно получиться в итоге. И контактные телефоны для ответа на вопросы. Для того, чтобы не задавали потом такие вопросы, не было разночтений, вот в старте, например, работ был он, не было, и почему все так. С табличками-то разберетесь к следующему году. Я думаю, что разберемся с табличками, я с вами согласен. Действительно, страна должна знать своих героев, должны быть и на дорогах, которые ремонтируются во дворах. Эти таблички с номерами телефонов, в смысле, организацией, которые занимаются ремонтом, для того, чтобы не только мы с вами в прямом эфире отвечали, а можно было бы сделать звоночек тому, кто непосредственно производит работу. Мы обязательно на это обратим внимание, постараемся в ближайшее время каким-то образом ликвидировать эту ситуацию. Александр Александрович, мы задавали вашим коллегам этот вопрос и Торхову, и Симакову, о велик ли процент тех дворов в Октябрьском районе, где жители сами еще вложились. То есть на парковку. 17 и 2. Два только. Да. Просто мы знаем, в частности, Сергей Александрович Торхов говорил, что на будущий год они будут в приоритете. Те, кто решат все-таки вложиться еще сами, они в первую очередь эти заявки будут рассматривать. На сегодняшний день, сегодня вечером как раз будет рассматриваться проект программы на 2018-2022 годы, и будут определены критерии отбора дворов. Одним из критериев как раз является участие дворовых территорий. Самих жителей. Самих жителей. Как раз в ремонте, в благоустройстве своих дворовых территорий. Если там. Они же участвуют как раз не в той части, когда ремонтируется сама дворовая территория, а именно софинансирование происходит, когда жители хотят что-то изменить в этих территориях. Сделать или дополнительную детскую площадку, или принести какие-то элементы благоустройства, или сделать автомобильную стоянку. То есть, если они решили, что мы делаем, то тогда, да, действительно, есть софинансирование, оно будет оцениваться в баллах, и эти баллы будут как раз назначаться одним из приоритетов для того, чтобы двор вошел как раз в эту программу. Они будут опубликованы. Вот мы сегодня, я не называю там ни цифры, ничего, поскольку это только проект. Проект еще будет обсуждаться. Как только решение будет принято, это все будет обнародовано. Если уж мы заговорили, да, кстати, 211-101 номер телефона прямого эфира. Вы еще можете дозвониться и задать свой вопрос Михаилу Долгополу, начальнику ТИР управления по Октябрьскому району города Кирова. Очень хорошее пояснение. Михаил Александрович дал до начала эфира как раз вот по следующему году, по дворам в рамках программы формирования комфортной городской среды. Потому что до сих пор разночтение есть у жителей и даже у экспертов, и даже у депутатов вновь избранных. Собираются ли уже заявки от жителей на будущий год? Не собираются эти заявки, когда старт и когда финиш? Поясните, пожалуйста. Значит, заявки на вхождение в состав программы формирования городской комфортной среды собираются уже давно. То есть, начиная с апреля 2017 года, когда мы впервые заговорили о этой программе, программа рассчитана на 17-18 до 22-го года. И соответствующим образом критерии отбора по программе, и основные были критерии, которые мы заранее закладывали, и документация, которая необходима для оформления этого, они размещены на сайте городской администрации. Но никто туда не ходит, как вы сказали, без жителей. Дело в том, что, получается так, люди хотят войти в состав этой программы, в городской, а зайти на сайт городской администрации и посмотреть список документов, которые необходимо представить, почему-то не удосуживаются. Давайте прежде всего скажем, какие дворы точно не могли попасть в эту программу, потому что вот вы впервые, для меня это было открытие, вы впервые озвучивали это. Я удивлен, Валентина Светлана, вы же все время заходите на сайт администрации города Кирова. Я такая же, как остальные жители. Значит, первое, это двор должен быть не старше 2007-го года, не моложе, вернее, 2007-го года. Соответствующим образом дворы, сданные в эксплуатацию после 2007-го года, уже в программу не входят. Считается, что они еще в нормальном состоянии? Да, да, да. И второе, это дворы, которые уже получили в свое время софинансирование и ремонт дворовых территорий от всех форм бюджета федерального, городского, областного. То есть, если участвовали в ППМИ, если участвовали в городских программах, регионах. Та программа, которая раньше была 2006-2011 годов, вот эти уже дворы, они соответствующим образом не входят в состав вот этой программы. Ну и самое главное, должна быть инициатива жителей. Жители должны сами собрать те необходимые документы для вхождения в данную программу. За них это никто делать не будет. Да, вот это... И, в общем, идем в теруправление, консультируемся. Пожалуйста, мы вам ждем. Получаем конкретные рекомендации, что за вами ждем. Собрание жильцов, решения и дальше уже помощь в разработке рекомендации. Мы всем жильцам готовы предоставить эти документы в распечатанном виде, для того, чтобы они только заполняли их инициативу. И вот скажите, раз уже понятно, что до 2022 года будет эта программа, мы знаем, что даже тех дворов, которые там были заявлены в этом году, осталось большое количество, которые не вошли. Да, у вас вот 17 вошли, а 18 еще нет. И они будут в приоритете, я так понимаю, на ближайшее время. Ну, это... Или общий котел все-таки? Будет, я так скажу, там часть дворов будет, приоритеты. Вот о том, о чем я только что вначале говорил, есть критерии отбора дворов на формирование данной программы, они будут обуликованы, и все увидят. Основные два критерия. Первый я вам назвал. Софинансирование. И отсутствие год сдачи и неучастия в программе. Не получение заранее поддержки от бюджета. Второе, софинансирование жителей и так далее. Там порядка, по-моему, 14 критериев, которые есть, и они будут опубликованы. А мы их подробно разберем. Сегодня, на 18-й год, программа не сформирована. Понятно. 211-101. Да. У нас еще есть, собственно, 4-5 минут до конца нашей беседы с Михаилом Даглаповым. Так, поговорили про ремонт дорог, про ремонт тротуаров. Да, кстати, ремонт дороги Киров-Русской тоже на особым счету у вас. Да, на особым счету. Это большие проблемы, насколько мы понимаем. Все-таки тоже Октябрьский район. Вы знаете, проблемы есть у любой дороги, которая не ремонтировалась 20 лет. Тем более, что это сложная дорога, доставшаяся нам. И соответствующим образом, да, проблемы есть, но, тем не менее, вот сегодня, насколько мне известно, уже дорога дошла до села Русского, идет по селу Русскому, начинается отсыпка, часть дороги уже начинается завершающим слоем ремонтироваться. Но, тем не менее, она появилась, жители уже могут ей пользоваться. Ну, до Бахты можно доехать очень легко. Ну, ряд работ ведется, и я думаю, что, поскольку срок сдачи дороги, дороги, по-моему, 10 октября, я думаю, что у нас есть еще возможность поправить ситуацию дорожникам для того, чтобы войти в графики сроки. Вот я бы хотела, наверное, и каким-то анонсированием тоже заняться в этой программе. Я вижу, что в Октябрьском районе, как во всем городе стартовал месячник по благоустройству территории, имеется в виду такая осеннее благоустройство, санитарная очистка территории. Куда обращаться жителям дворов, если они хотят у себя провести такой субботник, я так понимаю, собрать вот эти вот листья, я не знаю, или не собрать. А может быть оставить теперь, по-моему, эти технологии. Значит, обращаться в первую очередь в управляющую компанию, ну и, естественно, в территориальное управление. Пожалуйста, мы готовы с вами сотрудничать по этому вопросу. Инвентарь? Что еще? Мы готовы помогать, но в первую очередь это делает управляющая компания. Жители выбрали себе управляющую компанию. Управляющая компания за те деньги, которые жители им платят, соответствующим. Управляются управляшки у вас? Хотя бы с субботниками? Ну, хотелось бы, чтобы лучше было. Есть все-таки, да, замечательные? Конечно, есть. Ну, опять же, как мы все время, сегодня же в разговоре вспоминаем Конфуция, не ошибается тот, кто ничего не делает, да? Но те, кто пытается делать, они все-таки делают. А в тех дворах, где нет управляющих компаний, есть такие? Есть ТСЖ. ТСЖ. Они могут идти? Они управляются, это непосредственное управление, поэтому, пожалуйста, жители, раз вы выбрали такую форму управления, сами управлять своим домом, пожалуйста, и занимайтесь своим управлением. А ТСЖ не могут обратиться к вам за инвентарем? Ну, мы постараемся помочь. То есть должны, по идее, сами, да? Должны, по идее, сами иметь инвентарь и сами прибираться. Что касается частного сектора в Октябрьском районе, тут такая же ситуация, такие же проблемы, как и в целом по городу. То есть с этим же вывозом мусора, с заключением договоров на вывоз. Ой, тяжело сейчас, да? Тяжело, да. Знаете, да. Понимаю, что под конец передачи затрагиваю большую большую тему. Конечно, очень большая проблема. У нас почему-то все-таки большинство жителей надеются на то, что мы выставим на улицу, а мусор потом уберет городская администрация. И очень много у нас активных жителей, там, Гордеев, Максимов, еще, так сказать, другие товарищи, которые нам постоянно пишут о том, что вот здесь появилась свалка, здесь появилась свалка мусора, уберите срочно, уберите срочно. Знаете, бюджет города не резиновый, и мы не можем все деньги пустить только на боку. А что делаете с этим? Чисто не там, где. Да, но как работать с жителями? Убирают огневоски. Как вы их стимулируете, мотивируете? Жители, ну вот мы надеемся на тот закон, который будет принят в ближайшее время Государственной Думы об ответственности всех граждан за утилизацию собственного мусора, потому что на сегодняшний день эффективные меры работы с частным сектором, и с жильцами о том, чтобы они убирали за собой мусор, нет. Понятно, спасибо. Михаил Долгополов, начальник территориального управления по Октябрьскому району Кирова, заместитель главы администрации города, был в гостях дневного разворота. Михаил Александрович, спасибо большое. Вам спасибо. Будем говорить еще о дворах, наверное, уже где-то в октябре месяц, когда все критерии будут понятны, и, может быть, о тротуарах тогда уже можно будет поговорить. Сейчас дневной разворот завершен. Владимир Сметанин. Светлана Занькова, всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.